МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Кто проектирует, тот и строит. Глава региона Александр Цибульский поручил профильному ведомству разработать механизм проектирования и возведения объектов в рамках одного контракта. Что такое большие данные, откуда они появляются, как их анализируют и для чего используют? Школьников Ненинского округа обучают цифровой грамотности. Интервью с чемпионами. Сборная Ненинского округа успешно выступила на Кубке России по тэквондо. В их активе 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Ненинском округе проектирование и строительство объектов будет проводиться в рамках одного контракта. Такое поручение руководству профильного ведомства поступило от губернатора Ненинского округа Александра Цибульского. Качество проектов, по которым сегодня идет строительство новых объектов в регионе, стало одной из центральных тем оперативного совещания при главе региона. Александр Цибульский обратил внимание представителей строительного блока на недостатки в данном направлении. В качестве примера он привел три объекта, ставших проблемными из-за некачественной работы проектировщиков. Так, продолжение строительства временного моста через лесозаводскую курью оказалось сегодня под угрозой из-за неверного анализа грунта при проектировании. Ну как можно было принять проект по этому лесозаводскому мосту, у которого в одном месте было проведено бурение, а сейчас, когда начали бурить, оказалось, что там болото под этим. А по проекту там у нас был твердый грунт. Одна скважина, где-то попали в камень какой-то и написали, что там твердый грунт. Вот сейчас что делать? Уже сотни миллионов потрачены на этот объект. Ну не сотни, сколько, десятки. Что делать-то? Хорошо, слава тебе, Господи, что он у нас обвалился, и никогда какой-нибудь, не дай бог, по нему автобус ехал. У нас с проектировщиками на прошлой неделе была встреча из подрядной организации, включая Центр стройзаказчик. Были взяты дополнительные пробы грунта, четыре скважины сделаны. Хорошо, но только это опять увеличение стоимости. У нас что, денег много, что ли? Я не пойму. Ну, значит, надо как-то проекты изучать таким образом, чтобы они соответствовали действительности. У нас половина проектов делаются дистанционно, людьми, которые не были здесь никогда. Значит, и у меня поручение. Воспринимайте его как, значит, директиву к действию. В дальнейшем у нас все наши стройки должны делаться одним контрактом. Проект плюс работа. Это инициатива, которая обсуждалась на госсовете. Это инициатива, поддержанная президентом. У нас есть позитивный опыт суда с ФАСом по этому поводу. Значит, все проекты, кто проектирует, тот и строит. Еще одно поручение губернатора, оформленное протокольно по итогам совещания, касается контроля за работой подрядчиков. Он поручил руководству профильного ведомства не менее двух раз в неделю посещать строящиеся объекты и проводить строительные штабы. Власти Ненецкого округа приступили к оказанию финансовой помощи жильцам дома номер 12 по улице Строителей в поселке Искателей, сгоревшего 28 октября. На сегодняшний день на социальные выплаты по горельцам направлено порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Сергей Свиридов в ходе оперативного совещания под председательством главы региона. Всего в адрес профильного ведомства на получение финансовой поддержки поступило 24 заявления от 59 человек, в их числе 14 собственников жилья и 45 членов их семей. На сегодняшний день поступило 24 заявления, по 21 уже принято положительное решение. Из 21 заявления собственников 14, членов семьи 45, всего 59 граждан. Общая сумма назначенных выплат чуть больше 4 миллионов. Вчера была перечислена из тех средств, которые были предусмотрены на ноябрь месяц 1 миллион 700. Мы подали заявку в Департамент финансов. У меня была просьба рассмотреть ее оперативно. Это те суммы, которые были предусмотрены на ноябрь 1 миллион 300, чтобы мы могли в ближайшее время также произвести выплаты. И в рамках недостающей суммы, Саня Тарч, мы подготовили заявку по изменению бюджета, который будет 21 ноября. Что касается финансовой поддержки, то для пострадавших от пожара жителей предусмотрена единая компенсационная выплата в размере 100 тысяч рублей для собственников жилья и выплата размером 50 тысяч рублей для каждого из членов семьи для приобретения предметов первой необходимости, а также государственная социальная помощь. О размещении погорельцев в ходе оперативного совещания также доложил глава администрации Заполярного района Олег Холодов. По его словам, вопрос по 10 семьям, оставшихся без крова, еще в работе. Из всех семей 10 пока окончательно не устроены в плане жилищного, то есть живут у родственников 8, двое просто еще не прилетели с ними, еще работа не велась, поскольку их нет в округе. А с этими 8 идет практически ежедневная работа, им предлагаются варианты, сегодня тоже в частности два варианта они будут рассматривать, то есть таким образом идет активная работа. Напомним, пожар в доме номер 12 по улице Строителей в поселке Искателей произошел ранним утром 28 октября. Без крова остались 59 человек, погибших при пожаре нет. Грамотно планировать личный бюджет, научиться ориентироваться в мире финансов, а также обезопасить себя от мошенников. Этому вас научат на шестой ежегодной Всероссийской неделе сбережений, в рамках которых пройдет серия бесплатных лекций, семинаров и консультаций финансовых экспертов. В Ненинском округе акцию проводит Департамент финансов и экономики совместно с Региональным центром развития образования при поддержке Министерства финансов России. Для повышения финансовой грамотности людей уже сделано многое. Созданы социальные ролики, работают горячие линии, просветительские сайты, изданы информативные материалы и многое другое. Тем не менее, уровень знаний пока не высок. Уровень финансовой грамотности жителей нашего региона и в целом по стране пока еще недостаточно высокий. Так, по данным Национального агентства финансовых исследований, индекс финансовой грамотности Ненинского автономного округа определен ниже среднего. Мы занимаем место в группе с 53 по 69, так сказать, пункт по России. Наши жители плохо распознают признаки финансовых пирамид. Всего 15% граждан могут распознать мошенников. В рамках недели сбережений на базе библиотеки имени Печкова начал работу факультет по финансовой грамотности. Тематические лекции здесь будут проводиться раз в месяц. Каждая из них посвящена отдельной теме. На первом занятии пожилым людям рассказали о том, как не стать жертвой мошенников. Именно они чаще всего попадаются на уловки преступников. Мошенничество узнать, что такое. А что вы знаете о мошенничестве? То деньги теряются из кассы, из сбережения по дому, когда приходят какие-то мошенники. Спрашивают там. Вот, хочу узнать, как с ними бороться. Мероприятия по формированию граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к своим личным сбережениям рассчитаны для всех категорий граждан. Это и конкурсы семейных творческих работ, викторины по финансовой грамотности для школьников и студентов, а также семинары для педагогов, посвященные семейному бюджету и стратегии инвестирования. Кроме того, запланированы профориентационные игры и экскурсии. Особое внимание будет уделено цифровизации банковских услуг. Все мы очень активно с вами пользуемся цифровыми финансовыми сервисами, переводим деньги с помощью компьютера, смартфонов, часто даже не подозревая того, что нас ждет какая-то опасность. И в один клик мы можем лишиться всех своих сбережений. Поэтому в рамках этой недели особое внимание уделено данным мероприятиям и информированию населения о возможных рисках. Мероприятия по финансовой грамотности продлятся до 14 ноября. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Что такое большие данные, откуда они появляются, как их анализируют и для чего используют? Ответы на эти вопросы сегодня получили учащиеся с четвертых классов школы-поселка Искателей. Для них провели урок цифры. Подробности у Ирины Никешиной. В игровой форме учащиеся находят на улицах виртуального города объекты сбора данных и узнают, как их можно использовать. Например, смарт-часы помогут спасти их владельцу жизнь. Если у тебя случится сердечный приступ, то часы вызовут скорую помощь и тебя спасут. Во время урока цифры ребята узнали и о том, какая информация относится к персональным данным, как уберечь ее от нежелательных посягательств и что делать в случае, если эту информацию пытается выяснить незнакомец. Свои персональные данные нельзя раскрывать разным незнакомым и не говорить, где ты живешь, твой номер. Если тебе кто-нибудь напишет с какого-то сайта, типа ты выиграл сколько-то там рублей, то надо просто это сообщение удалить, рассказать маме и папе, и они что-нибудь с этим сделают. А кто этот человек, который тебе такое напишет? Ну, какой-нибудь мошенник. Если тебе кто-то, какой-то чужой дяденька напишет, он спросит, какой у тебя номер, или где ты живешь и так далее, то ты ничего не должен говорить, и просто заплакировать его и рассказать родителям. С детьми мы поговорили о том, какие данные они получают, какие данные они отдают. На таких практических примерах это и просмотры каких-то видеосюжетов на Ютьюбе, это и очень хорошо, что дети затронули вопрос с медицинскими данными, вопрос с персональными данными, что они может не радовать, что действительно уже дети это понимают, что это необходимо не только использовать, но и сохранять. Мы с ними поиграли в игру рекомендованную, вот проектом достаточно успешно, я считаю. По словам руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, уроки цифры по теме «Большие данные» проводятся во всех школах страны с 5 по 18 ноября. Мы готовы проводить их по заявкам школ, то есть мы могут обращаться в Департамент, мы сюда с удовольствием проведем. Вот нынешний урок по «Большим данным» проводится до 18 ноября, поэтому если кто-то из школ желает, чтобы мы их провели, будем рады прийти, рассказать. Уроки цифры проводятся ежемесячно в течение учебного года. Каждый из них посвящен определенной теме. Все они призваны помочь в развитии ключевых компетенций цифровой экономики. Одного из приоритетов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В окружной столице продолжает работу социальный проект «Арктический бал» и «Школа светских манер». Ребят обучают светским манерам, основам этикета и стиля. В рамках проекта в регионе впервые пройдет бал с участием камерного оркестра из Архангельска и представителям династии Романовых, а также окружных деятелей культуры. Сейчас подготовка к главному мероприятию в самом разгаре. Ребята разучивают классические танцы – полонез, вальс и кадриль. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций. Слово Натальи Кисляковой. Более 30 участников проекта «Школа светских манер» репетируют полонез. Именно этот танец открывал придворные баллы. Его еще называют королем марша из-за грациозности, торжественности и величия. Это очень интересно окунуться в дни 18-19 века, почувствовать твой эпоху, понять, как там было в те дни, померить на себя все-таки это платье, станцевать. Это очень интересно, мне это кажется. В нашем округе это проводится в первый раз, поэтому подумали, почему бы нет. На самом деле участвую в таком масштабном действительно мероприятии для нас честь. К тому же мы первые, кто участвует в этом проекте. И я думаю, это будет очень здорово. Уникальность проекта в том, что ребят на протяжении двух месяцев ждут различные мастер-классы, лекции и творческие встречи. Один из приглашенных спикеров – гуру светской этики и представитель царской семьи Романовых Иван Арцищевский. Он много лет умело дирижировал многочисленными визитами и встречами на международном уровне. Иван Арцищевский – преподат с воспитанником Школы светского воспитания основы делового, столового и бального этикета. Мне первым делом стало интересно, что будут обучать этикету 19 века. Для меня это крайне необычно, и поэтому я решил с радостью прийти. Ну и походу объяснили, что будут танцы обучать, ну, бальным танцам. Там визажист приедет, там всех тоже намалюет как надо. Не знаю, и прикольно будет, особенно завершающий вечер. Помимо творческих встреч, светские дамы и кавалеры проекта примут участие в уникальной фотосессии «Дворянская жизнь» в стиле конца 18-го – начала 19-го века. Лучшие фотопортреты будут представлены на выставке в рамках проведения Арктического балла. У молодёжи данный проект вызвал ажиотаж. Например, Владимир Бурлуцкий ради него попросил отсрочку от армии. Я договорился со своим инкоматом, чтобы меня отсрочили призыв. А что ты им сказал? Веская какая была причина? Выступление на первом арктическом балу. Ну, как они, с пониманием отнеслись? Что тебе сказали? Да, сказали, что всё хорошо и повестку переписали с 10-го ноября, но на 8-е декабря. Сейчас ребята активно готовятся к арктическому балу, который пройдёт в окружной столице 6-го декабря. Шьют кители, бальные платья и постигают азы классических танцев. Волнение в любом случае будет, хоть и на сцене бывало очень часто. Что я жду? Я жду очень хороших эмоций и классного танца, чтобы мы поставили и очень хорошо станцевали. На первой репетиции было очень тяжело, потому что, во-первых, мы почти никогда не танцевали с партнёром. И хоть мой партнёр был очень хороший друг, всё равно было тяжело найти точку соприкосновения. После которой было легко танцевать. Но постепенно нашли его сейчас. Репетируем уже более успешно. Я жду, конечно, первый бал. Это что-то и знакомое одновременно, но всё же ожидаемо. Очень большие надежды на него. Так как должно быть очень красиво это всё быть. Напомню, проект «Арктический бал» и «Школа светских манер» стал лучшим в конкурсе творческих инициатив окруженных НКО. Его поддержал Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа. На реализацию инициативы региональной общественной организации по сохранению традиций и культуры народов в возрождении был выделен 1 миллион рублей из окружного бюджета. Сборная Ненецкого округа успешно выступила на Кубке России по тэквондо. В их активе 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Соревнования проходили в Московской области и собрали почти тысячу спортсменов из 44 регионов страны. Подробности в материале Александры Литковой. Елизавету Бякину в секцию по тэквондо привел папа несколько лет назад. Юная спортсменка уже не раз представляла регион на выездных соревнованиях. По хьонгам первое место, оно дается за технику, за резкий выдох, за пластику и четкость движения. По спаррингам же просто нужно набрать большее количество баллов. То есть баллы там, 3 балла в голову, 2 балла в туловище, рукой один. И чем больше ты попадешь в соперника, тем больше вероятности то, что ты выберешь. В рамках Кубка России по тэквондо в Подмосковном Покровском состоялся также фестиваль черных поясов, в котором от Ниньского округа выступала Дарья Тайгузина. Девушка занимается тэквондо восьмой год. Я по мосокам заняла третье место и по поинстопу второе. Были девочки с соперницей высокого роста, я была самая маленькая и было сложно. Я их выиграла по технике, я была быстрее и сильнее. В соревнованиях на Кубок России по тэквондо от Ниньского округа участвовали восемь юных спортсменов. Тренеры выбирали самых результативных и сильнейших по всем параметрам. На соревнованиях идет отбор, стараемся сильнейших вывозить, кто у нас выступает не только в разделе масоги, спарринг, но и базовая техника, это хьонговая. Они выступали, ребята, у нас в трех разделах. Это масоги, спарринг, далее хьонги, базовая техника, демонстрация и также стоп-бал, это новая европейская система, которую уже на протяжении где-то пяти лет она введена. Это на один удар, на одно касание. Кто первый коснулся, тому начисляются баллы. Семилетний Ермак Чоркин стал самым юным в команде Ниньского округа и тоже вернулся с медалью. Он взял серебро по итогам спарринга. Сейчас спортсмены готовятся к открытому первенству по тэквондо в Северо-Западном федеральном округе, который пройдет в феврале в Архангельске. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – группа компаний ЛСР.